Добрый день, мои дорогие подписчики и не подписчики, и которые, возможно, станут подписчиками. Я приветствую вас в своей маленькой кухне. Сегодня я приготовлю для вас семейный рецепт тирамису. Запаситесь терпением, это продлится примерно полчаса. Это если я буду готовить полчаса. Но если я сделаю шнит, то есть обрежу все это видео, то оно будет намного короче. Ну так что давайте приступим. Поехали! Но этим рецептом можно накормить примерно этой пропорцией, примерно 10 человек. Значит, мне понадобится для рецепта печенье савоярди 400 грамм, амаретто 150 граммов сахара. Но случилось так, что в нашей семье не пьют ни кофе, ни какао, поэтому я, уж извините меня, воспользуюсь просто растворимым кофе. 500 граммов маскарпоне, сыра маскарпоне и 5 яиц. Ну вообще я беру 4 яйца, но как говорится, во время пандемии почему-то куры стали нести очень маленькие яички, очень смешные. Поэтому мне вместо 3 желтков и 1 целого яйца, я возьму 4 желтка и 1 целое яйцо. Так, и также нам понадобится какао-порошок. Первого на первого у меня вода уже кипяченая. 400 грамм кипяченой воды и 6 чайных ложечек растворимого кофе. Так, перемешали. Сразу сюда добавляем амаретто. Ну это буквально, знаете, амаретто, ну грамм 50. Если вы не употребляете алкоголь, то вам его и не нужно. И переливаю сразу в холодную кастрюлю, чтобы он у меня просто-напросто остывал. Я разделил белки на желтки. В общей сложности я, здесь у меня в чашке 4 желтка и 1 целое яйцо. Белки, они мне как-то в данный момент не нужны, я их накрываю и убираю в холодильник. Вода у меня уже кипит, значит мы сейчас их будем взбивать на водяной бане. Следующим шагом мы добавляем немного амаретто. Грамм 30. Всыпаем сюда сахар и перевешиваем венчиком. Теперь мы перемещаемся на водяную баню. И теперь мы будем взбивать нашу яичную смесь с сахаром на водяной бане. До состояния, то есть мы возьмем, когда уже нам показывается, что масло готово, возьмем немного масла на лопатку и подуем на нее. Если мы увидим, что образовывается цветок розы, то есть лепесточки, и которые какое-то время сохраняют свою форму, то значит наша масса готова. Называется апцием бессурозы. Но это для тех, кто живет в Германии. Вода должна у вас кипеть. Она не должна такая немножко будет. Она должна хорошо кипеть. И не бойтесь, что у вас яйца сварятся, точнее желтки. Этого бояться не стоит, потому что вы добавили амаретто, жидкость специально для этого, чтобы желтки не... в них не образовывались комочки. И сахар. Сахар предотвратить сваривание яйца раньше времени. Что забыл я еще сказать. Обязательно приготовьте чашку с холодной водой. Вот уже даже по венчику видно, что масса почти готова. Да нет, она уже, наверное, готова. Сейчас я попытаюсь показать вам этот эффект розы. Если он у нас на камере отразится как следует, я надеюсь, очень надеюсь, что мне хочется, чтобы вы увидели это. Вот именно такой эффект должен быть. Все, наша масса готова. Мы помещаем ее в холодную воду для начала, чтобы она у нас не варилась дальше. Чтобы процесс у нас немножко ускорился, я помещу массу в морозилку буквально на 15 минут. Она должна немного подостыть. И потом мы массу собьем с сыром маскарпоне. Моя масса полностью остыла. Сейчас я расскажу вам о пару моментах, на которые следует обратить внимание. Я сейчас введу сыр маскарпоне в мою яичную массу. Моя яичная масса должна быть полностью холодной. То есть она не должна быть теплой. Почему? Потому что если я добавлю сыр, чтобы он у меня не расплавился. Так, сначала я работаю венчиком. Так, теперь в код идет тяжелая артиллерия. На сильных оборотах масло взбивать не нужно. Взбивать нужно на средних оборотах. Как только вы увидели, что комочки все разбились, то здесь нужно быть очень внимательным. Чем дальше вы будете взбивать, тем больше у вас возможностей, что ваш крем расслоится. Жир, в данном случае масло, отделится от жидкости. Это то же самое, что если вы взбивали сливки. Как вы их только перебили, все, у вас образовалось масло и образовалась вода. Так что аккуратно. Так, опять подберем крем со стеночек. Еще немного. Мой крем готов. Посмотрите, он очень густой у меня. Если у вас по каким-либо причинам крем не получился, то есть масса была недостаточно холодная, на улице температура была слишком тепло или слишком жарко, то есть смотрите, чтобы, если вы это заметили, или вы массу яичную не до конца добили в водяной бане, то в этом случае я рекомендую воспользоваться немного желантина. Желатин, количество. Значит, смотрите. Смотрите. Желатин бывает разной упаковки. Если небольшой, такого плана, то вам понадобится 4 листочка. В общей сложности. Если же есть другой желатин, который длинный такой, то, естественно, вам понадобится 2. Но если вы пользуетесь порошковым желатином, то вам нужно 5-7 грамм. Возьмите 7, вы не ошибетесь. Как вы работаете с желатином дальше? Замачивайте его в воде, не важно какой он, в листах или в порошке. Замачивайте в холодной воде. Как желатин набух, вынимаете, отжимаете сухую кастрюльку на плиту, чтобы он расплавился. Как только желатин растопился, добавляйте пару ложек к желатину, перемешивайте. Как только массу вы полностью с желатином перемешали, добавляйте остаток вашей массы. Добавили, перемешали. Все. Готово. Это просто моя рекомендация, чтобы у вас не получилась фиаско, то есть на последнем этапе, чтобы что-то не срослось. У меня, как вы видите, крем серьезный товарищ. Он хорошо, спокойно держится на ложке. Я уже много раз в силу профессии видел, как у многих даже довольно опытных поваров крем не получался. То он был слишком жидкий, то он расслаивался, и приходится потом его спасать. Ну, я просто знаю, как спасти, но все равно квалитет при этом теряется. Приступаем к сборке. Печенье с авоярди очень быстро окунаем в нашу кофейную массу. Примерно так. Форму я взял силиконовую. Если у вас есть какая-то другая форма, то пожалуйста. Значит, эта форма диаметром 26 см. Высота на 4 или 5 см. Пье иногда бывает в ней что-то пеку. Уложили первый слой. Теперь нам нужно нашу маскарпоновую массу мысленно разделить на 3 равные части. Форму поворачиваем и повторяем то же самое. Печенье можете спокойно придавливать. Есть печенье с авоярди, которое непосредственно с Францией. Оно, ну так-то мне трудно объяснить, оно немного тоньше. Я буду просто счастлив за вас, если вы такое печенье найдете, потому что оно все-таки лучше. Но при этой рецептуре вам тогда потребуется не 400 грамм, а 500. Печенье у меня ушло полностью. Крем у меня тоже ушел полностью. Немножко кофе осталось, это ничего страшного. Накрываю пищевой пленкой и отправляю на ночь в холодильник настаиваться. Завтра утром я посыплю его какао и сделаю сервировку. Наступил следующий день. Тирамису мой настоялся. Ну, решил я его украсить по-простому. В принципе, сюда много никакого гарнитура не нужно. Я взял оставшиеся у меня от недавно приготовленного ризотто сливки, добавил сахарную пудру. Сливки я буду взбивать в кондитерский мешок и отсаживать, ну, не совсем розочки. И украшу взбитыми сливками мой десерт. Так как сливок у меня мало, я воспользуюсь такой емкостью, чтобы они просто взбились. Все, довольно быстро. Сливки мои готовы. Перекладываю их в кондитерский мешок. Отрежу небольшой уголочек, совсем маленький. Ну, домочадцы мои уже пристроились к тирамису. Но я их за это ругать, конечно, не буду. Еще раз посыплю немного свежего какао. Мне нужен буквально маленький кусочек тирамису. То есть, посмотрите сами. Тирамису прекрасно держит форму. Он не растекается, он не жидкий, он хорошо пропитан. Можно по краям вот так отсадить сливки. Я честно скажу, я небольшой специалист по гарнитурам, тем более по десертам. Добавим сюда пару ягод, предварительно присыплю их сахарной пудрой. И аккуратненько. Ну вот, как-то так. Ну, то есть, особо, особо я скажем так, не заморочился, но тем не менее. Добавлю для цвета теперь еще немного. Буквально 4 штучки малины. Ну вот и все. Друзья, вы сами видите, что десерт готовится, в принципе, я считаю, что довольно просто и довольно быстро. И такой десерт не стыдно предложить своим гостям. Единственное, что могу порекомендовать, если вы делаете, вот как я вам сказал, что этого десерта хватит на 10 человек примерно. Но вы видите, что у меня форма круглая, то есть, таких квадратов и не получите. Это заранее просто вам нужно подготовить. Если вы, типа, как знаете, как небольшого, маленького, семейного буфета, где, ну, скажем, сделать, сделать тирамису вот именно в чем-то таком квадратном, прямоугольном, это будет намного красивее смотреться. И сразу же украсить его фруктами, сливками непосредственно здесь. Каждый, кому нужно, подойдет, возьмет себе сколько нужно. Так, ну, вроде бы я все сказал. На этом я с вами прощаюсь. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал. Не понравилось, не подписывайтесь на мой канал. Но, тем не менее, посматривайте время от времени. Я больше чем уверен, что вы там найдете для себя полезную информацию. Спасибо за просмотр. До новых встреч.